Кто бы мог подумать, что уроженец Нижнего Новгорода приобретет международную известность, хотя бы такую, своеобразную. Леонтьев родился в 1971-м, и с родным городом было связано его взросления и начало криминальной карьеры. При этом, как ни странно, у авторитета есть только одна судимость. За мошенничество его осудили в 1998-м на три года. При этом он вышел уже летом 2000-го по амнистии, отсидев всего половину срока. До первой судимости в 1995-м Вадик Белый вошел в воровскую семью. Среди его крестных отцов были такие крупные персоны, как Шакро Молодой и Дед Хасан. Кроме того, до суда в Нижнем Новгороде он успел побывать в Лос-Анджелесе, откуда его депортировали на родину. Леонтьев был близким другом деда Хасана и его соратника Вячеслава Иванькова. Удивительно, что он также дружил и с Равшаном Ленкаранским, убитым в 2016-м, который, по некоторым данным, имел причастность к смерти Усаяна и входил в клан, стоящий в оппозиции к Захарию Калашову. В 2003-м Вадик Белый вместе с Васей Воскресом принял участие в большой разборке в Нижнем Новгороде. Дела тех дней до сих пор ему аукаются. Из-за проблем, возникших после тех событий с правоохранительными органами, он был вынужден покинуть Россию и переехать в Дубай. Тогда, получив ранение, он уехал в Москву и обратился там в больницу. Его задержали и обнаружили в карманах наркотики и бриллианты. Затем отправили обратно в Нижний. Но Леонтьев предпочел сбежать, нежели проверять российское правосудие на объективность. По мнению американских спецслужб, Вадик Белый является главарем российской преступности. Его имя возглавляет санкционный список США. Так или иначе, Вадик Белый обладает огромным влиянием и располагает хорошими капиталами. Некоторые утверждают, что он в свое время был держателем всероссийского общака. Прожив в Дубае 10 лет, в 2014-м авторитет переехал в Италию, где проживает и в настоящее время.